Я уверен, батя тяжело работал, ходил на работу, возвращался домой, и перед работой, и после работы упражнялся. Почему же вам, молодым, опыт, родителей, не дает мотивацию на то, чтобы не разжираться до 140 килограмм, уж простите. Самое простое, ребята, что вы можете сделать, это похудеть. Становиться сильным, сложный момент. По крупицам нужно собирать силенки, искать методы тренировок, искать то, что работает, что не работает, следить за питанием, сном, отсутствием стресса. Для того, чтобы похудеть, достаточно просто. Как дела, джентльмены? Хочу вам зачесть строки из комментариев под предыдущим видео. Я вот похудел на 60 килограмм за год, со 140 до 80, и пытался заниматься гирями все это время по твоим видео, и даже книгу твою купил. Почему это движение, я выбрал, ребята, мах? Потому что похудение, оно идет за счет легких. Вдумайтесь. Жировая ткань, когда расщепляется, 75% ее выходит с углекислотой, которую мы выдыхаем. Поэтому, чтобы похудеть, нужно больше дышать. Это упражнение задействует в той или иной степени практически всю мускулатуру тела и заставляет хорошенько продышаться. Поэтому, окошко на проветривание и махи – главное упражнение для всех желающих сбросить. Я когда прочитал о этом результате, я остался очень доволен тем, что человека замотивировал тем, что он начал заниматься собой и достиг такого колоссального результата. 60 кг в год – это 5 кг в месяц. Причем, учитывая то обстоятельство, что сначала, как всегда, вес уходит хорошо у человека, а потом начинается идти замедление, мне страшно представить, сколько он терял в первые месяцы и в последующие. Потому что это как бункер с водой. Чем он полнее, тем больше струя. Чем меньше, чем ближе мы подходим к оптимальному своему весу, тем снижение веса идет сложнее. В общем, собственно говоря, отжимания дорабатывают весь вопрос того, чтобы проработалось все тело. Работает там трицепс, грудь, плечо. Не можете на брусьях, на кольцах отжимайтесь от пола. В том числе, повторюсь, можно отжиматься с коленей, для того, чтобы делать количество 10-10. И таким образом вы гармонично нагрузитесь. И с такого рода тренировка результатик пойдет 100%. Читаем дальше. Почему этот комментарий я решил разобрать. Но был жуткий перетред от этих всех комплексов, шмомплексов. Телодвижений много, а толку ноль. Только сажается ЦНС и отбивает охоту заниматься. Давайте на этом вопросе разберемся подробнее. Потому что, действительно, если вы новичок и заходите на этот канал, и вслепую абсолютно начинаете выполнять те комплексы, которые делаю я, а еще и пытаетесь зарубиться, взять тот же вес. Ребята, это не только перетред может быть, это высокий уровень травматизма. Поэтому начинайте с тех видео, в которых у меня шестнарик на попади держался в руках. И смотрите оттуда. Смотрите с того, с чего все начиналось. И потихонечку следите за прогрессом. Новички, пожалуйста, не делайте все вслепую. Включайте голову. Для этого есть моя книга. Фитнес-центр у тебя на ладони. Там все описано. И если бы внимательно была она прочитана, то там рекомендации есть Петра Крылова, Лебедева, здесь у меня нет его на фотографии, Дядя Ваня, там где все четко рассказано, с чего и как начинать. Начинать нужно с гантелей. По 4-3 килограммчика и утренних зарядок. Ежедневных. В течение года, а то и двух. Потом переходить на гильку 8 килограмм, потом на гильку 16 и дальше, дальше, дальше. Нельзя сразу бросаться на вес и комплекс. Пожалуйста, не делайте этого. Это полнейшая глупость. И это приведет к крайне негативным последствиям. Будьте осторожны, берегите свое здоровье. А мы начинаем. Я даю возможность тренироваться абсолютно всем. Аудитория больше, чем 160 тысяч человек. Ребята, я делаю сейчас главное замечание. Я ориентируюсь на сильных. Я сам стараюсь развить силу. И ориентируюсь на то, что сильные ребята будут выполнять комплекс вместе со мной. Потому что, если сильному негде будет взять нагрузки, ему станет скучно. Если слабый будет делать комплекс, он всегда может смасштабировать под себя вес, количество повторов, интенсивность выполнения, сложность движений. Поэтому всегда с умом, пожалуйста, подходите. Видео делаются для того, чтобы показать, как тренируюсь я. Для того, чтобы замотивировать, тренироваться вас. Как видите, мотивация работает. Человек 60 килограмм сбросил. Почему я показываю вам именно эти два движения? Потому что их можно делать ежедневно. Соответственно, прогресс будет идти быстрее. У вас может быть на первых этапах крепатура от отжиманий. Но, если вы будете даже отжиматься от пола, может быть крепатура. Но она быстро пройдет. И вы поймете, что такого рода тренировки вы можете выполнять часто. Чаще тренируетесь, быстрее результат. Дальше. Дальше. В итоге послушал бабе своего, который мастер спорта по гирям. Который сказал делать только по одному упражнению. На колено, на таз и на плечевой сустав. В итоге стал делать в понедельник присед с гирями на груди. В среду взятие на грудь. В пятницу жим гирь стоя. И дело пошло. Потихоньку, потихоньку влился в тренировочный процесс. Перестал перетренировываться. И пошла прогрессия весов. И мышцы стали расти. Вот, собственно говоря. Здесь я тоже хочу сделать ремарочку. Ребята. Как ни странно, что бы вы ни делали. Ходили пешком. Поднимали гири. Тягали штангу. Работали на тренажерах. Окунулись бы в мир ММА и начали тренироваться. В любом случае, был бы результат. И будет результат, если вы скорректируете питание. Путей тренировок очень много. Можно заниматься в тренажерном зале. Пауэрлифтингом. Тяжелой атлетикой. Гиревым спортом. Единоборствами. Бегом. Легкой атлетикой. Гимнастикой. Фитнесом. Йогой. Можно перечислять до бесконечности направлений и видов. И пути здесь разные. Но путь питания, он один. Почему-то, к сожалению, здесь не описано было, как изменились пищевые предпочтения. Что кушал и как делал этот человек. Имя я не буду называть. Потому что он, как ни крути. Но уже на опыте я могу вам сказать, что не будет толку без корректировки питания. Ребята, у меня на карантине, ничего не делая, сидя на локдауне жестком весной дома, два человека. Девочка и их парень. Они сбросили каждый, каждый. Больше, чем по 15 килограмм за два с половиной месяца. И при этом они на честно заданный мной вопрос, занимались или нет, сказали не. Даже не делали зарядку. Я вам сейчас напомню утреннюю зарядочку. Вот она как выполняется. Цель зарядки с утра подзарядиться. Если у вас есть время, хотя бы полчасика пропотеть, вы обязательно это сделаете. Потому что полчаса пота себе каждый уважающий мужчина должен обеспечить. Если будет полчаса пота в день, то будет все нормально. И с фигурой, и с силой, и с прочим. Но суть заключается в том, что сегодня я покажу, ребята. Достаточно всего делать два буквально движения. И результат будет. Мы сегодня сделаем с вами комплекс. 10 махов гирей, 10 отжиманий. Либо от пола, если уровень подготовки не позволяет отжиматься на брусьях. Либо отжимания на брусьях. Но на этих упражнениях, на такого плана от нагрузки, когда вы не доводите себя до отказа, крепатуры не будет и перегрузки с центральной нервной системы не будет. Махать можно. Я уже делал челлендж 10 тысяч раз за 20 тренировок за месяц. И отжимания можно делать каждый день. Каждый божий день. И это не повлечет за собой того, что вы перегорите. Потому что, опять же повторюсь, что мах, он задействует большой мышечный массив, заставляет в основном подышать для похудения, самое главное. Что отжимания? Они настолько естественные для нас движения, что, в принципе, адаптация к ним происходит очень быстро. Из песни слов не выбросишь. Дело в том, что комплексы не рабочие или еще чего-то. Просто ты уточняй, для кого все это. Для Шварценеггера или Ван Дамма. Простой человек помрет, занимаясь по твоим видео. А тем более, те, кто худеют и находятся на дефиците калорий. Для них вообще большое количество разных упражнений. 100% перетренд. Ребята, конечно, если вы весите 140 килограмм, вы не способны присесть, например, 50 раз без остановки с собственным весом тела. Вы не способны отжаться тех же 50 раз от пола. У вас проблемы с подтягиваниями. Куда же вы лезете на комплексы, которые я показываю, на которых я заворачиваюсь? Ну, ребят, мозг включайте. Я получаю кайф от этих тренировок. Тезисно, давайте пройдемся, пока я разминаюсь до комплекса. Первое, что нужно сделать, это обеспечить себе дефицит калорий. Но не катастрофический, дабы не опуститься ниже базового обмена веществ, которые в среднем это 1800 килокалорий. Лучше всего я советую стабилизировать рацион и кушать одно и то же. Если вы будете кушать одно и то же, 8 продуктов примерно, да? Мясо, рыба, яйца, кисломолочка. Кашку выбрать, перловку, например. Овощи, фрукты, зелень. Ведь, по сути, когда ты находишься на жестком, а это жесточайший дефицит калорий, жесточайший, 5 килограмм в месяц, то достаточно будет просто даже получасовой прогулки, ходьбы. Ходьба, самое функциональное движение. Даже не бега, ходьбы будет достаточно. Какие могут быть комплексы? Минотавры, там, еще какие-то зарубы по длинному циклу. Нет, побойтесь этого. Пожалуйста, все, кто худеет, давайте себе отчет в своих целях. Ваша цель снизить вес. Из того запущенного состояния, в котором вы находитесь, привести сначала себя в более приемлемые кондиции. Потом уже с ростом тренированности вашей, вам также понадобится заниматься больше, чаще, для того, чтобы как минимум не пропадал интерес, а как максимум улучшался результат. Поэтому, ребята, кто худеет, сделайте сначала свою задачу, потом пытайтесь рубиться в комплексах. Кушая так, вы всегда сможете убрать жменьку, добавить жменьку и смотреть, как это отразится на вашем теле, на ваших жировых складочках. Если еды будет много, раздражителей много, соответственно, скорее всего, будет перебор по колоражу, потому что проще съесть много разной еды, чем монотонно запихивать себя в крайне полезную перловочку с вареной той же грудкой или с запеченной рыбкой. К рыбе я, кстати, более склонен. А то, что ты сейчас советуешь людям каждый день тренироваться, это просто кошмар. Я уже не выдержал и пишу, угомонись немного. Мой отец вообще занимался в молодости два раза в день, только он был мастером спорта по гирям. А твой канал смотрят новички, большинство из которых хотят похудеть, занимаясь с гирей. Во-первых, давайте так, ребята. Я не говорил, что этот канал чисто похудеть. Вот, пожалуйста, плакаты силачей висят на стене, которые говорят о том, что мы здесь занимаемся развитием силы, а сила в их время ассоциировалась в наше время, как принято считать, с функциональностью. То есть тогда люди развивались не только с гирями, они занимались гирями, они боролись, они упражнялись в гимнастических, изометрических упражнениях. Сейчас все это разделено на отдельные какие-то ветви, направления. Я пытаюсь все собрать в кучу и стараюсь становиться сильным и пропагандирую это среди вас. Кому нужно похудеть, это совсем другой вопрос. Причем я открою вам, ребята, секрет. Самое простое, что можно сделать, это похудеть. Ну уж примите это, пожалуйста. Потому что очень тяжело увеличивать силу. Она идет по крупицам. Очень тяжело осваивать новые движения, новые веса. Для того, чтобы похудеть, не нужно делать ничего. Просто закройте варежку и будет вам счастье. Дефицит калорий, вот человек написал, да, на жестком дефиците калорий минус 60 килограмм за год. Ну все. На этом давайте поставим точку. Те, кто худеют, ходят пешком, машут гирькой, отжимаются от пола. Все. Цель все равно одна. Не доводить себя до жуткого голода, чтобы не переедать. Избегать по максимуму перекусов, чтобы, опять же, не пережирать. И, собственно говоря, из-за стола вставать немножечко голодным. По поводу отца, который был мастером спорта и занимался два раза в день. Вот, ребята, раньше, если опять об этом говорить, люди ходили на работу тяжелую, не сидели с жопами на креслах, не отсиживались. Делаем до тех пор, пока не утомитесь в отжиманиях. До отказа себя не доводим, только вы не сможете сделать десяточек. На этом комплекс заканчивается. Для новичков, для всех, кто худеет, достаточно делать с гирькой подобранного веса 16-24 кг и отжимания от пола. Возможно, даже стоя на коленях. Для того, чтобы количество вывозили. Потому что я знаю прецеденты, когда с большим весом, с минимальным содержанием жира, с минимальным содержанием мышц, человек не способен отжаться нормально, удерживая позицию планки и пяти раз. Ну, нельзя себя запускать, мы же мужики. Ё-моё. Дальше. По поводу того, что на канале большинство новичков и большинство худеющих. Напишите сейчас в комментариях, кто, зачем на этом канале. Кому нравятся комплексы, кто хочет бомбить со мной, шарашить, развиваться в силе, а кто здесь новичок и кому просто нужно похудеть. Я тогда сделаю, подумаю над тем, чтобы какой-то там блок для совсем уж совсем зеленых ребят. Десять кружочков я закрыл. На сегодня все. Надеюсь, все стало ясно, понятно. И с похудением вопросов не будет. Ну, а с силой мы еще с вами разберемся. А про дефицит и калорий заниматься по твоим схемам и комплексам невозможно. Ни один похудалец не выдержит такого издевательства над своей центральной нервной системой. Я дурак, зря, батя, не послушал. Сразу купился на всякие упражнения непонятные. И так, и так, и раз так, и раз так. И такой мах, и сякой, и сидя, и стоя, и раком, и боком. В итоге толку ноль. А надо было сразу, батю, слушать и не заниматься ерундой. Ты, конечно, извини, но наболела. Ну, тогда тоже извините, но наболела. Потому что многие говорят, сейчас очень много, знаете, тех, кто критикует гири, критикуют упражнения, рассказывают, какие упражнения хорошие, какие плохие. Нельзя делать турецкий подъем, нельзя делать мельницу, нельзя поднимать гирю, сразу вешаться на турник, потому что будет гормошка со спиной. Я говорю, блин, ну я тренируюсь, мне заходит, мне это нравится, я чувствую прогресс, прогресс этот видите вы, ребята. Ну, это не наглядный пример, нет, скажите, пожалуйста. Дело в том, что есть упражнения, которые делаются уже сотню лет, тот же турецкий подъем. Если говорить о нем, то Джо Роган приглашал к себе Павла Цицулина. Вот его подход мне очень нравится. Я подписан на европейца, который делает сумасшедшие турецкие подъемы. Из Москвы американский футболист Гилти Килла соткой стал в турецком подъеме. Человек, походу, еще йогой занимается, он гибкий, он подвижный. Это воодушевляет. Это упражнение действительно, чем выше результат в турецком подъеме, тем тяжелее тебя убить. Я с этим согласен на 100%, ребята. Мельница – это подводящее движение к турецкому подъему. А то, что нельзя делать, например, тяжелый подъем и гиб и подтягивание, спина работает как гармошка. Да это тоже... Но я с этим не согласен. Мне кажется, это не совсем так. Я не испытываю того, что спина растягивается. Потому что на самом деле, чтобы спина действительно расслабилась и растянулась, нужно антигравитационные ботинки вешать на ноги, цепляться вниз головой и полностью расслабляться. Когда мы висим на турнике, а тем более подтягиваемся, мышцы наши работают, они включены. Поэтому ни о каком расслаблении хребта и вытягивании речи быть не может. Тем более, если вы подтягиваете собственным весом. У вас нет гили на поясе или какого-то утяжеления на ногах или в виде жилета на вас. Поэтому, ребята, вы, пожалуйста, включайте голову. У меня потом пошла переписка с похудевшим человеком. Я написал, что очень рад результат. Жду фотографий до и после. Надеюсь их получить. Хотелось бы узнать о питании, рост, весе. Он мне пишет. Я тебе скину на дня фото в Телеграм. Я очень на это надеюсь, что фотографии будут. Я, блин, сделаю видео. Мы можем даже видеоконференцию сделать. Я поздравляю с этим результатом, но тоже есть небольшие моменты, которые нужно было разъяснить. Потому что если вдруг, опять же, какие-то похудальцы заходят на канал, новички, и пытаются делать комплексы, то это глупость и правильная ремарочка нужно сделать. Сейчас акцент на этом. Рост 180, 28 лет. Ты мне на меня зла не держи. Я всегда лайки тебе ставлю под видео. Благодаря тебе я начал заниматься гирями. Вот об этом я и говорю, ребята. Мотивация. Я делаю то, что мне нравится. Я говорю то, что делать желательно вам, чтобы был результат. Поэтому прислушайтесь к советам, замотивируйтесь тренировками и двигайтесь к своим целям. Благодаря тебе я начал заниматься гирями. То, что не пошло у меня, изначально сам виноват. Но просто имей в виду, что не все могут выдержать такие тренировки, особенно кто на дефиците калорий. Я же согласен с этим полностью. Нельзя, если, опять же, каких-то изначальной физической подготовки нет, кидаться на комплексы. Да вы просто убьетесь на этих комплексах. Ребята, травмируетесь, поломаетесь. Не нужно. Комплексы служат вам маяком, путеводной звездой, на которую нужно ориентироваться. К чему вы рано или поздно придете непременно, если вы положите на это время и труд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова